Много лет в пригороде за микрорайоном Дубняк в лесу проходит лыжная трасса. Там проводятся соревнования спортсменов и любительские выезды жителей города. Буквально неделю назад, после обильного снегопада, лыжню подготовили для тренировок. Но, как говорит администрация спортивной школы, находятся те, кто ее успевает портить. На отделении лыжных гонок занимается немало ребят. Трассу делают для них, но ей пользуются профессионалы и просто любители, кто выходит в лес по выходным. Трассу готовит не только природа, но и специальная техника. Буран на прошлой неделе проложил лыжню, а немного позднее в некоторых местах ее сломали автомобилисты, которые приезжают в лес на родник. После автопоходов на лыжне появляются колеи. Дело в том, что лыжня не готовится за какие-то считанные минуты. Приходится в местах, где машина проехала, подсыпать потом, чтобы этот снег подмерз. И уже только после этого готовится лыжня, буран по ней работает. Это, опять же, бензин, это затраты, это время. Иногда происходят такие ситуации, когда уже должны проходить соревнования, скажем, областные. А мы приходим с утра и видим, что лыжня вся взрыта и по ней работать невозможно. Опять же, это престиж города, престиж детско-юнической спортивной школы. То есть вот такие вот проблемы возникают. Игорь Юрьевич объясняет, в родник можно приезжать, запрет на это никто не ставит. Просто нужно пройти 50-100 метров пешком, не заезжая на лыжню. А вот постоянный ремонт трассы выходит в копеечку не только спортивной школе, но и ее сотрудникам, так как затрат на бензин в учреждении не предполагается. В пригородном лесу проводятся дни здоровья. Жители города массово ходят на лыжах. Спортсмены здесь проводят тренировки, а дети катаются на горке. Руководство спортивной школы призывает к взаимоуважению. Хотелось бы обратиться ко всем людям, которые приезжают к нам в лес, хотят набрать этой воды. Пожалуйста, оставьте машины за пределами лыжной трассы, пройдите пешком. Лес сейчас красивый, подышите свежим воздухом, нужно уважать труд других людей.